Всем привет! С вами Айка Эмири и очередная распаковка шеи. Не забывайте подписываться, чтобы чаще видеть контент на моем канале. А мы с вами не теряем ни минуточки и начинаем. Заказ был сделан спонтанно, потратила я на него около 100 долларов. А все потому, что у меня были баллы и еще я использовала один купон. Без них сумма бы получилась чуток побольше. Итак, первое, с чего я хочу начать, мне кажется, самое долгожданное из этой посылки. Я лично не люблю оставлять самое интересное напоследок. Поэтому, пожалуй, самого интересного мы сегодня начнем. Как вы помните, недавно я купила оригинальную сумочку от Versace и обещала себе, что впредь я буду покупать только качественные брендовые сумки. К сожалению, выполнить это обещание у меня не получилось. Я заказала вот эту прекрасную сумку, потому что на нее было просто кучу положительных отзывов. В зависимости от страны вашего нахождения, цена немножко может отличаться. Я ее купила за 25 долларов. Но также на Шейн куча просто сумок по 5, по 7, по 10 долларов. Некоторые такие бюджетные варианты прям не отличить от этой. Но что там приходит, я не знаю, потому что не заказывала. На мой взгляд, за свою цену просто идеальная сумочка. Возможно, мои слова прозвучат немножко высокомерно, но я все-таки считаю, что сумка минимально должна стоить 50 долларов и выше. Скажу сразу, качество не вау, но и неплохо. Фурнитура, на мой взгляд, очень быстро потемнеет и потеряет свой прежний вид. Она достаточно хлипкая. Возможно, конечно, я придираюсь, потому что на Шейне больше тысячи заказов этой сумки в разной расцветке. Некоторые даже по несколько раз заказывали. Пришла непомятая, очень приятная на ощупь и достойно смотрится. Буду обязательно носить. Длина ее 30 сантиметров и представлена в трех расцветках. А эта вещица не оставит равнодушной ни одну кошатницу. Я, когда зашла в этот раздел, была в шоке, сколько всего интересного для ваших домашних животных там продается. Я просто в них влюбилась. Хорошего качества пластмасса идеально фиксируется на лице у котика. Мой твиксик категорически против всяких просто абсолютно аксессуаров, даже ошейника. Но с этими очечками минут 10 он проходил. Я не знаю, то ли он не замечал эти очечки, то ли что, но выглядел он в них безумно стильно. Чисто для фана, для фоток заказать можно. Я однозначно советую. Ну и мой заказ, естественно, не обошелся без одежды. Мне не хватало до определенной суммы, чтобы использовать купон, и поэтому я кинула в корзину. И, как оказалось, самая удачная покупка. Я снимаю вам это видео на телефон, и телефон конкретно искажает изображение. Цвета окажутся гораздо тусклее, чем они есть на самом деле. Рубашка намного ярче и красочнее, чем на видео. Как вы видите, швы прострочены просто идеально, нигде нитки не торчат. Именно поэтому распаковки я снимаю в последнее время в этом формате. Вблизи вы все видите, можете рассмотреть даже без моих комментариев. Ткань достаточно приятная на ощупь, я ее прям сразу погладила. Гладится тоже легко и не мнется. Я взяла в размере XS и не прогадала, больше мне не надо. Ссылочки на все товары я вам обязательно оставлю в описании. Все товары куплены за собственные деньги, хочу это отметить. На фотографии модель сочетала эту рубашку вместе с белым кропом. Но на мой взгляд и в застегнутом виде тоже смотрится очень круто. Кстати, вот при таком освещении цвета передаются так, как есть они на самом деле. Я потом уже в конце заметила, что оказывается в посылке также были дополнительные пуговицы. Вот с таким кропом тоже смотрится неплохо. Это меня снимала мамочка, именно поэтому я не по центру. Летом можно носить его так, завязав просто спереди. Ну а так нареканий абсолютно нет. Удачная покупка, вам тоже советую. Обязательно приобрести просто 10 из 10. Следующее приобретение из разряда «Зачем мне оно надо было». В инстаграме, кстати, я ставила опросник. Хотела купить интересные сережки необычного формата для мукбанков. В инстаграме вам выкладывала, были такие же сережки, типа вставные челюсти. Смотрелось интересно, для мукбанка подошло бы идеально, но аппетит я бы конкретно вам испортила. А эти коктейли очень даже милые. Кстати, трубочка здесь сделана из своеобразного пластмасса, она такая мягенькая. Тем самым не впирается вам в шею и очень удобно. Заказала две вот такие интересные игрушки, ожидала, что одна будет голубая, а другая розовая. И даже в комментарии указала этот момент, то ли они не прочитали мой комментарий, то ли голубого просто не было. Уточню, почему мне так важен этот момент. Просто я собиралась дарить котикам Самиры, а у нее одна девочка, а другой мальчик. Поэтому надо было розовую и голубую. На конце здесь небольшой золотой колокольчик, и когда вы играете с котиком, бывает такой прикольный звук. Этот звук, по идее, стимулирует котиков еще больше играть, но только не Твиксика. Он у нас в последнее время просто ленивая попа, ему неинтересно абсолютно ничего. В детстве он был такой игривый, я не знаю, что с ним произошло. Сейчас он любит только пожрать, нажраться, как свинья, и лежать. Ну, впрочем, это у нас семейная вещь, мамочку, мамина золото. Недавно Нармина выкладывала у себя в истории, что она ищет вот такие закрепки для волос, когда она делает макияж, чтобы волосы не мешались. Нармина это визажист, которая делала мне макияж и по совместительству моя подружка. Я по возможности всегда стараюсь уточнять, потому что есть зрители, которые на постоянной основе мой канал не смотрят. Так вот, один в один такие заколки я увидела на Шейн и решила заказать целым наборчиком. Я думаю, она удивится, и по-любому ей будет очень приятно. Заколки действительно хорошего качества, они достаточно тугие, и в комплекте идет сразу 10 штук, а стоят копейки, по-моему, 1 доллар. Они есть в разных расцветках, но я решила заказать именно ту расцветку, которую выкладывала Нармина к себе в инстаграм. Следующее приобретение из серии «Мой шок в шоке». Я просто не знаю, как по-другому охарактеризовать мои эмоции. Который раз убеждаюсь, что Шейн не стоит покупать зимние теплые вещи и каждый раз покупаю. Айка, на сколько раз можно наступать на одни и те же грабли? Мало того, что при первой примерке сразу сзади появилась огромная просто затяжка. Будем считать, что я неаккуратная свинья и зацепила, но простите меня, что вот это такое? Я все понимаю, свитер тянется, но он не возвращается в исходное положение. Просто из рукавов можно сделать две зимние юбки. Я просто боюсь представить, что произойдет после первой стирки. Это, простите, на кого? Почему так? Для кого это? У кого руки XL, а тело S или XS? Вы просто скажите, у кого? Я пойду ему подарю этот свитер. У меня просто нет слов. Мама предлагала отдать швее, чтобы она уменьшила рукава, но сзади появилась такая затяжка, что уже на выход не оденешь. Короче, супер приобретение, всем советую. Перейдем к более позитивным покупкам. Набор крабиков. Даже, я бы сказала, мини-крабиков. Два доллара за десять крабиков. Честно, ничего качественного я даже не ожидала. Между прочим, а очень зря. Вероятно, просто за такую цену крабики достаточно тугие, хорошего качества, поверхность матовая. Космасса плотная. Я думаю, служить будут долго. Даже дома их можно носить. А вообще, так как они оказались хорошего качества, я думаю, этим количеством обязательно надо поделиться с подружками. Хотя бы каждый по крабику. А лучше даже каждый по два, а самой заказать новый такой набор. И им будет приятно, и мне. И еще цвета в наборе такие универсальные под всем. А вообще, у меня подобные вещи очень быстро теряются, что касается невидимок, резинок, крабиков. Поэтому в комоде лишними точно не будут. Подарок для одного очень известного котика. Пока что я типа держу интригу, потому что его хозяйка смотрит мои видео, и, возможно, он узнает про свои подарки немного раньше времени. Поэтому молчим для кого. Увидев эту игрушку на фотографии, я почему-то была уверена, что она пластмассовая. Но оказывается, эта глупая поверхность железная. Наверное, так гораздо прочнее, но я боюсь, что это будет травмоопасно для котика. Решила испытать на Твиксике, но, как я понимаю, ему вообще ничего не надо. Ему этот мир абсолютно понятен. Он ждет здесь гармонии и умиротворения, а не этих всех игрушек. Короче, ему это все неинтересно, не надо. Ему бы просто полежать и пожрать. А вот и, кстати, вторая вот такая же палочка, тоже розовенькая, а должна была быть голубой. Ну да ладно, что поделать. Я сделала все, что в моих силах. Необычный брелок для сумки. Я, если честно, изначально думала, что в него, как в Тетрис, можно будет играть. Вроде в комментариях подобного подтверждения не было, но надежда умирает последней. Попыталась как-то реанимировать эту игрушку, понажимала на все кнопки, но никакой реакции, к сожалению, не последовало. Хотя сзади есть места как будто для батареек, но он не работает. Также здесь есть такой вот черный небольшой колокольчик, который классно звенит. А вообще на Шейн очень много необычных товаров, которые вы не найдете в обычных магазинах. Но единственный большой минус, который я могу отметить, нет подробного описания товаров, и порой нужно искать ответы в комментариях. Люди в отзывах пишут, как оно на самом деле. Я, конечно, все понимаю, что там огромные просто объемы товаров, и все написать просто нереально, но все-таки хотелось бы знать, что именно ты покупаешь. Ошейник для кошечки. Я, кстати, не сразу поняла, что это. У меня такое частенько бывает. Вроде недавно делала заказы, когда распаковываю. Я не понимаю вообще, что к чему, и когда я это вообще заказывала, как это оказалось у меня вообще в корзине. На первый взгляд мне он показался достаточно большим. Здесь он еще и регулируется. Я решила померить на твиксике, и вроде как ему идеально. Я думаю, для этой кошечки тоже подойдет. Правда, мой дурачок свои ошейники не носит, и все у нас валяется просто в ящике моей с косметикой. И, пожалуй, еще один ошейник, но уже для пацана. Долго я думала, какой выбрать. Вообще, там есть очень красивые, вроде с бантиком, огромные, но они в носке совершенно неудобные. Я знаю по своему котику, поэтому надо брать что-то минималистичное, чтобы котик действительно это носил. Здесь также ремешок очень классно регулируется, и еще есть вот такой желтый колокольчик, который я бы советовала все-таки снимать. Он съемный. При ходьбе колокольчик звенит, и тем самым нервирует животное. Честно, не знаю, с каким умом на все ошейники они вешают этот колокольчик. По комментариям я так понимаю, что никто с колокольчиком не носит. Дальше приобретение, из-за которого я как раз-таки делала в этот раз заказ, и действительно эта вещь меня не подвела. Она мне настолько понравилась, просто словами не передать, насколько крутая вещь. Материал безумно приятный на ощупь, шито просто идеально. Носить можно без бюстгальтера, и в области груди есть силиконовые вставки, что позволяет кофточке не сползать. В области талии есть специальные косточки, которые создают иллюзию корсета, но в нем безумно комфортно. Сзади хороший качественный замок, который функционирует просто на ура. При покупке я сомневалась между S и XS, не знала, какой заказать. В конце заказала S и не прогадала. Если бы кофта была бы на размер меньше, она бы сковывала мое движение. А так мне очень комфортно, она как раз мне не жмет, и я себя очень комфортно чувствую в то же самое время, небольшая. Короче, я смело могу назвать это приобретение лучшим за всю историю моих заказов, или хотя бы одним из самых лучших. Для меня нет слов, я просто в восторге. Дальше опять бижутерия для мукбанков. Решила взять вот такие небольшие сережки. Вообще, если сравнивать цены у нас в городе на бижутерию и бижутерию на шейн, это где-то в 5 раз дешевле, как минимум. Есть даже инста-страницы, которые скупают бижутерию на шейн, а потом продают в розницу у нас здесь по городу. Просто онлайн-странички. Если это у человека получается, то почему бы этим не заниматься? Кстати, в комплекте шли еще дополнительные две небольшие силиконовые заглушки. Сережки неплохие, пусть будут. А вот эти я покупала чисто для мукбанков. Хотела длинные сережки фиолетовые, еще сделать фиолетовый мейк. По мне, получится очень классно. Я даже не знала при покупке, что оказывается эти висюльки съемные. И можно носить эти бабочки абсолютно без этих висюлек. Это, кстати, огромный плюс. Вообще, очень люблю сережки-трансформеры, которые можно носить по-разному. Но я их изначально покупала из-за их длины, поэтому, скорее всего, буду носить в первоначальном виде. Все пытаюсь как можно ближе вам все показать, но почему-то видео не передает всей красоты, какие они красивые на самом деле. И на ушках тоже смотрится просто замечательно. Следующие два товара не мои. Джинсовая сумка достаточно вместительная. Смотрится неплохо, но, если честно, немножко не мой стиль. Я ее погладила, потом забыла заснять. В поглаженном виде она смотрится куда более удачно. Такая сумка, я думаю, идеально подойдет для подростка, для школы. Закинул учебники и пошла. Если не хочется уже ходить с рюкзаком. Подкладки здесь, к сожалению, нет. Но, с другой стороны, это очень удобно. Закинул в стиралку и постирал свою сумку. И все. Даже можно, кстати, для спорта взять такую. На повседневную носку, я думаю, хороший вариант. Но все-таки немножко не мое, опять же скажу. Здесь ремешок регулируется. Он достаточно длинный. Но в этом месте, где он регулируется, посмотрите. Есть небольшое пятно. Правда, не критично, но видно. И следующее приобретение, это кардхолдер. Он достаточно крупный. Если честно, я ожидала, что он размером будет куда меньше. Прочный, хороший пластик. Силиконовая вот такая штука, на которую можно закрепить. И как брелок, например, использовать. Тоже будет очень удобно. Я уже должна выходить из дома. И мне надо быстро закончить монтировать это видео. У нас осталось еще пару товаров. И это сережки с вот такими висюльками. Эти сережки достаточно долго лежали у меня в корзине. Как они красиво переливаются. Даже камера никак не может сфокусироваться на блеске этих прекрасных сережек. Как я вам уже говорила и показывала, у меня есть шкатулка. Именно для бижутерии. Она у меня пустует. Поэтому докупаем презентики туда. Здесь также в комплекте были две дополнительные силиконовые небольшие заглушки. И последнее, что, пожалуй, я покажу сегодня, это самые обычные силиконовые резинки. Я их обычно использую на один раз. Делаю хвостики, а потом утюгом их поджигаю. На этом, пожалуй, все. Огромное спасибо, что досмотрели это видео до конца. Не забывайте ставить лайки хотя бы ради Твикса. И подписываться.